Итоги сельхозсезона 2015 года подвели в Духовницком районе. Там прошла встреча местных аграриев с депутатом Госдумы Николаем Панковым. Сельхозпроизводители просили поддержки. Народный избранник пообещал, что всем, кто пострадал от засухи, ее окажут. Подробности в нашем следующем материале. В Духовницком районе сегодня награждают лучших. Эти сельхозпроизводители и впрямь отличились. В ходе тяжелой засухи они сумели собрать неплохой урожай. Например, в Лидерах район оказался по уборке подсолнечника. Около шести центнеров с гектара. Зерновыми ситуация хуже. Сбор урожая был достаточно низким. И производители надеются на поддержку государства. Если помогут, будет очень хорошо. Не помогут, опять будем влазить в кредиты, которые отдавать тяжело. Пролонгировать эти кредиты нет резона. Все равно их когда-то выплачивать. Так что стараемся в кредиты сейчас погасить, которые были. После вручения наград аграрии отправляются на совещание с депутатом Госдумы Николаем Панковым. Куратор аграрного сектора, депутат Госдумы Николай Панков говорит, в бюджете предусмотрят помощь для тех, кто пострадал от засухи. Главный финансовый документ страны на следующий год составляли таким образом, чтобы финансирование сохранилось на уровне 2015-го. Мы просили, чтобы был создан антикризисный фонд для таких явлений, как засуха, несоответствие ценовой политики, для сложности в животноводстве или в растеневодстве, чтобы государство могло датировать то или иное направление, и такой антикризисный фонд будет тоже создан. Сельхозпроизводители Духовницкого района надеются, что поддержка поможет им в следующем году занять лидирующие позиции по многим направлениям. Сегодня хозяйство района уже закупили 70 тонн семян яровых зерновых культур и 30 тонн подсолнечника.